так пойдем дальше где вы там там они здесь выйдет я вышел а вот читаем дальше так что и извините меня но был бы 61 наверное я поможет это и научился сейчас поздно так а если ветки это вы же скрещутся и друг друга ранит во время ветра можно убрать одну во первых я прежде чем что-то советовать так я всегда смотрю я искал скорей все ветки я их нашел за свою жизнь специально несколько сотен много лет они терлись друг об друга ни одна не погибла на черт его вот дерево подхожу прививки это хаотичное привитое дерево не стены там есть хоть какая-то генетика заложена форма тоже будем проходить но скрещенное дерево это вот вот смотрите вот так и тут неизбежно вот это то что раз уж ветку выпрямили она бросла ветками хаотично тут уж неизбежно будут теряться да их трутся и трутся ну чего я буду лезть в крону пятидесятилетнего дерева дальше нельзя потому что шею сломаешь да искать эти перегрешные ветки да на хрен бы они нужны ведь это дерево уж от этого никогда не погибнет мозоли появляются вот здесь мозоли а чеку нужно создать фильм для этого нужно минут 20 с умным видом 30 ходить вокруг дерева секатором и говорит ну и ветку перекрешется давай-ка мы отрежем да после этого на этом месте три-четыре появится и опять начнется еще хуже и самое страшное что осветляя они добиваются эффекта загущения об этом никто не знает я человеку еще вернусь к этой поливкины самый страшный чек стране причем не садовод причем ничего не понимает вот ангельские волосы все я сразу про мефистофеля вспоминать сколько вреда от них у одних целое это канал телевидение калечит калечит и опять все про те же внутрь растут это вверх растут реже внутрь растут реже вниз растут реже значит это это самое волчки резать штабы искусственное дело надоело уже это уже никаких нервов не удерживает и хоть бы один сказал да я ошибся когда-то хоть бы один голову пеплом посыпал клок волос вырвал бы у меня скорее вырвут последние эти самые пушок вот тут он нарастет со злости чем себе отсюда клок волос так добрый вечер такой вопрос у меня может быть сохранились у кого-то вологодские абрикосы да я вспоминал прошлый раз про них помните наверное это уже реакция на мои слова значит очень хочется вырастить то есть абрикосы из ваших костей у меня уже второй год на зиму не выкрывает только ветки обвязываю и чтобы снегом не обломало да снег это опасная вещь самое главное смотрите если пол вот допустим саженц ну 80 сантиметров а снега метр причем он сам взял да навалил да еще бывает еще и наметет когда приходит весна и саженец не важно даже абрикосы или яблони или груша полностью под снегом когда приходит весна и вот этот тяжелый нас начинает садиться и вот он наконец полностью растаял и вот после этого появились саду вы увидите ветки а штампа саной вот так я уже подробно рассказывал про свой опыт про первый питомник я специально сделал ограду я наречен а мне все интересно а у нас железнодорожный путь заметал так что несколько дней город оставался без железной дороги а откапывание превращалось в дикую трубу потом нашелся умнейший человек я был ребенок а он умнейший человек который придумал специальные щиты которые ветер не пропускает а ниже вот так гениальное открытие получается ветер дует и смотрите и именно перед железной дорогой получается сильнее ветер и снег не ложится а именно над рельсами поскакивать вот а я не будь дураком думал мне надо наоборот и тогда я сделал защитную ограду питомники который еще был на острове замело редкий год когда снегу было много но снегу было по колено а у меня метровая саженца полностью замело вот вроде я еще этот я же инженер все какое умница какое молодец а весной из двухсот саженцев больше сотни было вот так обломана остальные просто искалечены то есть они сохранились но ветки владельцы когда снег садился поняли да вот что было вот вам и технологию применил но я учился на своих ошибках я эту дурь не читал которая не читал но не следовал ей это было один из моих минусов одни из моих принципиальных ошибок то есть я никак другие завалю сажен снегом ресторан мертвый или обломанный нет я теперь еще других да опыт отрицательный да искалечила из двухсот больше ста саженцев вот обидно было так пойдем дальше это реакция на ваши ответки обвязываю веревкой чтобы снегом не обломал вот это есть моя реакция евгений елена парина евгений я обязывать стволики утра силам от мышей не пробовали и однажды перед зимой не сделал как корабла погрызли сальца погибли да горькая правда но тема спасение от мышей сейчас начинать это значит до утра будем это были первогодки из косточек а почему нельзя при посадке сальца добавлять перегной в общем галина подольская почему нельзя в общем у нас в отличие от южных стран намного короче сибирское лето раз пусть не так но все даже до месяца не хватает это все деревья это мигрант это все с юга может быть кроме терны какой дикого кроме диких кружек вот это все оттуда им не хватает даже в средней полосе россии того же месяца на то чтобы плавно войти в зиму сбросить лица полностью почки за заснули и так заслули чтобы их уже бороться не смог трон понимаете вот все это мешает перегнать первое как просто написали при посадке когда перегной допустим пробовали садить и я пробовал чистый перегной влияет только из любопытства чтобы проверить что чувствую что это не то погибают чистый перегной тогда вопрос стал а сколько перегной безопасного 50 процентов перегной опять гибнут но я-то глаза открываю и вот уже неудобно этот трясет питомнику долбить его а где написано посадочную яму делаете метр на метр и перегной ну это 50 процентов смерть чему они учат чтобы опять они саженцы погубили вырастили и опять заказали чаще встречается 2 ведра перегнать но если небрежно если посадить этот перегной будет прямо корни перегнать опять погибли большинство а большинство это весь миллион кроме одного и может быть из вас никто еще раз при посадке мы садим деревья с искалеченными корнями и колечиться даже тех которые из горшка которым прямо выросли все равно колечиться перегной он настоящий абсолютно такой тысячелетний сами понимаете да он превращается в голос но чаще всего он чуть-чуть может быть недоплелый и здесь начинаются так называемые гнилостные процессы это примерно как вот чеку знакомо понятие столбняк выберете покрытие пальцы и вот когда вот эта яма приготовлена допустим земля перегной чуть-чуть недопревший размешали полили водой получилось клака я так называю сунули свои пальцы а потом если вас уколы не поставят от столбняка вы просто умрете понимаете то же самое происходит с деревом у них тоже самое это делать как у нас а этого не понимаете когда какой-то дурак придумал добавлять перегной если корни целы или почти целы или сверху или отдельно в ямке есть такое понятие локальные подкормки вот это обходится но когда он бурно растет поначалу он не сразу сгнивает корни вот эта инфекция но я это тоже называю столбняк бурно растет человек еще радуется следующий весной он не просыпается причин для этого несколько они сопутствуют тут же и колечиться часть то сейчас вето колечиться корни помните это я в мордой тыкал в трех фильмах из пяти которые вы увидели вот это самое ну как она мой канал показывал последний фильм ведь мало того что уже корни уже по были искалеченными они уже немножко залечились нет отрезая крону делая прививку еще по новому корни опять это называется освежение корни вот это дурь и вот тут-то становится опасным именно вот этот перегной его погибает от перегной а говорят если это сопутствующих причин трудно выделить на перегной опасен тем что он перегной он не до конца как правило перегнивший он получается там процесс брожения понимаете а корни в настоящей земле было появляется косточка семечка упала упала обычно на бочок вот проросла если одна из миллионов бывает что простая остальным шансов нет и вот она просла и в этой земле куда она туда пошла нет перегноя нету нет минеральных удобрений нету ничего она просто растет в стерильной земле и когда вы откажетесь от перегноя так потом посадите а я показывал просто в виде помните вот такую ямку выкопал вот такую комп земли вставил чуть выше уровня земли вот а потом на третий год видели вот эти вот кто сначала смотрел это видели брата и сестру который вот это на третий год просто 20 метров без всякого перегноя то есть понимаете наоборот получается и начало моей деятельности а потом перегноя садил специально ну такой характер а перед этим я пришел зачем мне нужно было представительное хозяйство учиться делать как не надо и вдруг там появляется статья и там роль перегноя и вот эта фраза она врезалась почему я не ожидал там там тоже сыпьте перегной там перемешали все и побольше и побольше как мультфильме тебя побольше больше сосисок или этих самых котлет и того побольше и вот тут так же и вот получается так и вдруг одна это совхозе там таком-то был заложен сад и за за один перегной эти самые посадочные ямы сад погиб случайно не случайно может быть дерьмовые были санкции но после этой фразы я начал пробовать и получалось так нет перегноя ну как еще раз показать но я уже стесняюсь видели что это нет перегной нету даже полива нету на третий год он пробил у меня уже эту как называется уже глину и уже достал подпочвенные воды хотя до них там рядом колодец но знаете какой глубокий я не знаю как я до меня вырвали метров 10-12 там вода 10-12 но пусть там вода но вся вот это толщая она влагой пропитана влагой хотите не верите вы копаете два метра три и увидите что она не сухая она влажная вот этими питается и никуда и вот я убедился что я долго говорю передной опасен и смертелью